Военно-патриотическая игра «Зарница» проходит сегодня в средней школе номер 16. Здесь она стала уже традиционной. Семь команд покажут свои навыки и умения на пяти этапах. Как справятся ребята, давайте посмотрим. Два человека подошли. Остальные кругом. Поехали. Поехали. Ваши команды защиты. Давайте. Военно-спортивный уже этап. «Зарница» состоит из трех этапов. Интеллектуальный этап, где наши ребята отвечают на вопросы, касающиеся истории. Истории в том числе и нашего города, связанной с Великой Отечественной войной. Следующий этап – это военно-прикладная эстафета. Есть судейские коллеги, которые потом подведут итоги. И мы наградим сегодня победителей вообще «Зарницы» и этого нашего этапа, военно-спортивного этапа. «Все, снимай!» «Время идет!» Мы готовились одевать химзащиту около минуты примерно, за минуту. А как долго учились этому? Наверное, неделю. «Ну, занятия три. Занятия три всего». «Сложно?» «Ну, немножко. Ну, это возможно». Сколько вам этапов придется пройти? Нам еще четыре где-то этапа. Уже прошли сколько? «Вот. Это второй». «Это второй. Скажите, пожалуйста, долго вы готовились к игре?» «Недели две-три». «А что нужно уметь для того, чтобы участвовать в «Зарнице»?» «Надо уметь разбирать, собирать автоматы, все именно хорошо делать, не кидая, чтобы штрафного времени не было». «Есть хорошо они, они все, да? Все достаточно». «Уши не переживают». «Уши не переживают». «Итак, помогаем». «Руками обхватывайся». «Руками». «Куда нести больного?» «Куда нести больного?» «Куда нести». «Крепки». «Какая задача стоит перед командой на вашем этапе?» «На данном этапе у команды следующая задача. Правильно объяснить отсутствие дыхания и провести реанимационные действия. Это все должно быть учащимися проговорено без ошибок». «Валик. Положили валик. Под голову». «Для чего?» «Чтобы язык не добавилось». «Для чего валик положили?» «Чтобы язык не добавилось». «Чтобы освободить дыхательные пути дальше». «Складываем вот так. Руки отчетки». «Между третьим и четвертым. Делаем пять нажатий». «Что должны уметь ребята, попав на ваш этап? Что им предстоит здесь сделать?» «Можно собрать автомат Калашникова. Без ошибок желательно. Время у нас неограниченное, но желательно до двух минут». «Ноги поставьте». «Ребята должны уметь конкретно пользоваться огнетушителем, то есть порошковым, углекислотным. Можно травмироваться при пользовании углекислотным огнетушителем. Допустим, если порошковый, то тут все просто, в принципе, тут ничем нельзя обжечься. Когда углекислотный огнетушитель, вот эта трубочка, она очень холодная становится. То есть можно обжечь пальцы, травмировать руки и тому подобное. То есть надо помнить, что надо держать огнетушитель вот за этот раструб, за пластиковый. Ребята справляются очень хорошо. «Ребята очень рады принимать части в игре, поскольку она и военная, и патриотическая, и спортивная. И там есть этапы интеллектуальные. То есть ребята могут привести себя с разных сторон». Любовь Лукашина, Сергей Власов, День города. hangover минаций, вас нет наверное. Любовь Лукашина, Сергей Власов, День города. Любовь Лукашина.